Давайте докажем формулу полной вероятности. Предположим, у нас есть пространство элементарных исходов омега, у нас есть событие A и у нас есть разбиение омеги на, допустим, n частей h1, h2 до hn. Что такое разбиение? Я вам напоминаю, разбиение выполняет следующие свойства. Во-первых, для любых ij пересечения h1 с hj нет, то есть оно равно пустому множеству при условии, что i не равняется j. А второе требование, если мы возьмем объединение всех h, мы должны получить омега. Такие вот h называются разбиением омеги. Мы хотим доказать формулу полной вероятности. Формула полной вероятности говорит следующее. Вероятность события A есть не что иное, как сумма. Вероятность события A при условии, что произошло h1, то, что мы находимся вот здесь, умножить на вероятность того, что произошло h1. Плюс вероятность события A при условии, что произошло h2, умножить на вероятность того, что произошло и так далее до hn я напишу здесь точки и последний элемент суммы плюс вероятность a при условии что произошло hn умножить на вероятность h вкратце формулу полной вероятности можно записать так сигма сумма ай идет от 1 до n вероятность и при условии ай умножить на вероятность теперь друзья мои давайте поставим положим поставим эту формулу в рамку поставим тут скрепки чтобы она не упала и не отводилась а теперь докажем эту форму посмотрите внимательно на рисунок что же такое событие и как можно представить его можно представить как объединение несовместных кусочков множество вот этот первый кусочек 2 3 и тогда то есть верно следующее равенство и событие и это событие и пересечения с h1 это первый кусочек или объединение событие и пересечения с h2 и так далее событие и пересечения hn то есть мы представили событие и как объединение несовместных событий разбили его на кусочки верно это разница но нас интересует не это нас интересует вероятность давайте применим вероятность на обе части равенства хорошо вероятность событий и равняется вероятности объединение вот этих вот кусочка тут есть n кусочков но друзья мои все эти множество они попарно несовместно так как h попарно несовместно соответственно согласно аксиомам теории вероятности вероятность вот этого объединения есть не больше и не меньше чем сумма вероятности каждого из вероятность a пересечения h1 плюс вероятность a пересечения h2 и так n раз согласны друзья с нами мы почти доказали с вами форму полной вероятности что такое вероятность a пересечения с h1 к чему она равняется мы с вами видели по отцепной формуле вероятность a пересечения h1 равняется h1 умножить на вероятность h1 и мы получаем финальный результат плюс a при условии h1 умножить на вероятность h1 плюс так 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 вероятность a при условии hn умножить на вероятность hn мы с вами доказали формулу полная вероятность я вам напоминаю очень часто в этой формуле применение этой формулы одна из интересных и непростых задач это найти такое развеяние на h которое поможет решить нам задачу и поможет решить нам задачу не абы как а просто г5 г г г г г